Доброго здоровья, уважаемые посетители канала! Я хочу дать свои комментарии на комментарии Юлии Мак. Но прежде чем дать эти комментарии, я хочу немножечко рассказать о том, что на основании изученного материала мною, изучал ее много, где-то досконально, где-то просто пробежался, говорю честно. На основании своего собственного опыта, где-то я очень плотно работал, где-то опять-таки пробежался. Я создал систему естественного оздоровления организма, струйную, логичную. Дело в том, что, как правило, подавляющая масса отклонений и болезней в человеческом организме возникает из-за образа жизни. Ну вот, посудите сами, человек был здоров, все было хорошо, потом начинает появляться какое-то там заболевание, вернее, недомогание, отклонение, которое затем превращается в стойкое отклонение, которое уже называется заболеванием. И вот тут человек, не понимая, что все эти отклонения возникают из-за его образа жизни, в которые входит, в первую очередь, это мышление, во вторую, это распорядок дня, в третью, это двигательная активность и в четвертую, это питание. То есть, манипулируя вот этими вот вещами, вы можете привести свой организм в здоровое состояние. Я для себя обнаружил, и это не секрет, что через организм человека проходят потоки информации, энергии и вещества. И вот если в прохождении этих потоков, которые поддерживают организм человека в нормальном состоянии, начинают возникать разного рода сбои, то эти сбои, естественно, превращаются в стойкие хронические заболевания. И попытка их корректировать разного рода, вот смотрите, даже травами, даже лекарствами, и далее уже пошли там более серьезные вещи, такие как хирургия и прочее, прочее, имеет положительное воздействие только тогда, когда эта коррекция делается. И то в случае того, если вы ее делаете правильно. Дальше вы отказываетесь от трав, вы отказываетесь от таблеток, вы же не можете их постоянно есть. Вы опять за счет своего образа жизни наступаете на те же самые грабли, идете по проторенной дорожке болезненной, и толком ничего не получается. Я же вам в своих книгах, таких как «Целительные силы» и особенно «Переосмысление целительных сил» – это основы здоровья, кстати, я сейчас еще готов их переосмыслить. И вот если YouTube отключат совсем, у меня появится время, как бы сказать, такая возможность еще разок капитально поработать над этим трудом для себя, что-то внести более ясно, что-то там, допустим, убрать. Так вот, о чем я хочу сказать. Организм – система самовосстанавливающаяся, самообновляющаяся. И если мы создадим условия, а эти условия создаются опять-таки не таблетками, не там какими-то процедурами, они создаются образом жизни. В образ жизни, я уже сказал, четыре понятия, с помощью которых идет воздействие на организма информацией, энергией и веществом. То есть были выявлены своеобразные, так сказать, окна, через которые все это идет. И оказывается, вот, пожалуйста, с этой информацией, энергией и веществом, с помощью образа жизни мы начинаем работать. Посредством сознания, посредством распорядка дня, посредством двигательной активности, и посредством питания можно делать чудеса. Это богатство я вам дал. И я считаю, что вот моя жизнь прошла не зря. Я сделал труд, который помог мне, который помогает и вам. Поэтому здесь не столько надо искать какие-то рецептики и так далее, а надо брать, так сказать, тему целиком. И вот, теперь возвращаемся к Юлии Мак. Она написала. Геннадий Петрович, добрый день. Не могу не написать вам информацию. Мне 48 лет. В связи с чем, что в январе 2021 года у меня очень обострился геморрой, который мучил меня более 10 лет. Я пришла на ваш канал в Ютуб в надежде облегчить свою жизнь. С вашими книгами была знакома с 1995 года. Занималась уринотерапией, но по молодости забросила. Уринотерапия это самое, значит, такое простое. Но, однако, в некоторых случаях это очень эффективное средство. А в других случаях это бесполезное средство, потому что она, допустим, на это не воздействует. Так вот, я просмотрела все ваши ролики про геморрой, а также процентов 90 роликов на вашем канале. И ухватилась за эту соломину. Хотя я всегда чувствовала, что природа нас должна излечивать, а не фарма. С 1 апреля 2021 года поменяла питание полностью. Хотя и так питалась здоровыми продуктами. Исключила многое. Оставила овощи, фрукты, каши, сухофрукты, топленое масло, немного сметаны и сыра. Стала голодать на дни Икадаши. Дни Икадаши это 11 день лунного цикла и 26 день. Почистила печень 4 раза. Молодец! Но безрезультатно. Не было даже реакции на масло. То есть попытки было, а результата не было. Видите? Правда, вышла черная желчь после 4 раза. Что касается вот этого феномена, вот не получается чистка печени. Это очень хорошо. Я разъяснил. На примере Эдуарда смотрите спонсорскую подписку. Стала пить антипаразитарные травы. Полы с воздикой 3 недели. С лета провела фракционное голодание с промежутками 2-3 недели. В итоге получилось проголодать на воде 10 дней, 10 дней, 4 дня. После голода обострился геморрой. Потому что молодец человек уже начинает понимать, почему обостряется геморрой. Потому что замерзало и перевозбудился ветер. Ветер это повышенная сухость и холод в организме. Которые сушат ткани. И в первую очередь слизистую прямой кишки. И начинаются вот эти вот все проблемы. Полез грибок на веки. Веки были стеклянные. Видите, оказывается грибочки есть. И вот если у нас есть грибок у нутрях нашего организма. То он образует своеобразные колонии слизи. Которые не дают нормально почистить печень. Просто не дают. Это слизь. Вот как только ее уберешь хотя бы частично. Тогда начинает получаться чистка печени. Лечила упаренной уриной и березовым дегтем. Упаренная урина березовый дегтем. Это одни из лучших средств против разного рода паразитов. Но одни из наиболее мощных. Упаренная урина больше воздействует своими солями. Березовый дегтем. Он действует своими веществами. И плюс дегт сам это вещества березы. Когда они еще обрабатываются огнем. Из них выделяется дегт. Это еще более сильное средство против вот этих паразитов. Которое выжигает. Березовый дегт несет информацию, энергетику, огня. Которого естественно не выдерживают разного рода паразиты. Особенно там грибки, бактерии и так далее. Пропила еще антипаразитарку 3 недели. Молодец. Сейчас нахожусь на том же питании. И через месяц пропиваю антипаразитарку. Но поменял ее состав, чтобы исключить привыкание. Молодец. Геморрой не беспокоит стул каждое утро. А на это уже повлияло питание. Питание. Важно понимать. Далечивый грибок на ногах упаренной урины. Долго не уходит. Вот тут бы можно и помимо упаренной урины компрессов. Поделать и вот как раз дегтем его немножечко, так сказать, душечек ему устроить. То есть очень важно понимать, когда у вас грибок в организме находится долго. Вроде бы все началось со стоп. На самом деле грибок начиная из-под ногтей и показывает, что я у вас есть. Он уже пролез во весь организм. Уже там, грубо говоря, он пророс во всем. Он находится и в кишечнике, и в тканях, и так далее, и так далее. Поэтому очень важно не только снаружи его лечить, но и семенами тмина туда посылать, значит, делать душняк изнутри. С содой, опять-таки, пить, значит, гашуное. Ну, я об этом много рассказывал. Так, этой весной почистила печень четвертый раз. На четвертый раз, наконец-то, организм среагировал. Были потуги. Стул. Все как надо. Но никаких камней не было. Слизи тоже не было. Исчезло 4 или 5 родинок более темного цвета, чем остальные. Соскоблились ногтем, не зная, что это было. А вот как раз вот эти непонятные образования, которые образуются на коже, их раньше, допустим, не было. Это уже говорит, что грибница начинает потихонечку вылазить наверх. То есть, это разного рода болезнетворные образования, которые паразитируются на вашем теле. И как только вы протравили свой организм и снаружи, и изнутри, и более того, нормализовали работу печени, вот эти все образования начинают исчезать сами собой. Но самое главное, у меня с подросткового возраста повышенный пролактин, и я принимала бромокриптин по 5 таблеток в день всю жизнь. Пролактин. Ну, давайте посмотрим, что такое пролактин. Пролактин – это гормон, основная функция которого заключается в стимулированной выработке грудного молока в период лактации. А! А зачем тогда? А зачем тогда надо? Повышенный пролактин я принимала всю жизнь, то есть, чтобы не стимулировалась метаболизм пролактин. Один из гормонов, выделяемых гипофизом, железой, которая контролирует метаболизм, а также процессы роста и развития организма. Так, пролактин у женщин, так. Во время вынашивания ребенка уровень пролактина сильно повышается, это нормальный процесс. А тут пролактин. Ну, ладно. С подросткового возраста был повышен, да, и принимала таблетки для того, чтобы его занизить. Значит, цикл закончился еще в 2019 году. То есть, на пяти таблетках бромокриптина месячных не было. Ага, еще подавляет. Подавляет месячные? Ну, знаете, вот эти вот искусственные вещи, которые вмешиваются в нормальную жизнь нашего организма и подавляет его, это крайне, крайне ненормально. Очень ненормально. Так как надо было голодать, то, конечно, я принимать перестала, подумала, будет что будет, и не думала возобновить его прием после голода. Вдруг в прошлом месяце началась мазня. Я значение не особо придала. Подумала, что, может, какие-то паразиты выходят. Но в этом месяце у меня начались месячные, конечно, скудные, но реальные. Я немного в шоке. Это значит, всю жизнь я пила эти таблетки в лошадиных дозах, а по факту понадобился всего год, чтобы привести организм в норму, причем учитывая текущий возраст моего организма. Вот о чем я вам вначале и говорил. Система организма самовосстанавливающаяся. Если образ жизни ненормальный, то и процессы идут ненормально. Естественно, все что угодно. Пытаются их что-то вот так вот корректировать и так далее, с помощью лекарств, которые, естественно, что-то делают, что-то, грубо говоря, портят. Если мы с вами меняем входные сигналы за счет информации, энергии, вещества, о которых я говорил с помощью мышления, мышления, распорядка дня, двигательной активности и питания, мы тем самым по-другому настраиваем свой организм. Вот положительная суть методики, о которой я говорю, рассказываю. Вот этого, знаете, венца самостоятельного восстановления организма. Вот она в чем суть. Геннадий Петрович, от всего сердца благодарю вас за знания, которыми вы щедро делитесь с нами. Настолько их много выложено в основах здоровья, в целительных силах и в ряде других книг. Пользуйтесь ими. За ваши стримы онлайн. Лично мне они очень помогли, потому что я задавал обо много вопросов и правильно делала. Благодарю, благодарю, благодарю. Мы уповаем на многие вещи, которые думаем, что они вот так-то, вот так-то работают. На самом деле, только вдумчивая работа над собой может принести успех. О чем я вам и рассказал. Вот это видео, пускай войдет в ваше сознание, чтобы вы помнили, что именно образ жизни делает вас здоровым или больным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»